Есть ряд показателей, которые характеризуют уровень смертности. Рассмотрены некоторые из них. Довольно таки известный распространённый это общий коэффициент смертности. Показатель смертности, который указывает численность скончавшихся на тысячу населения, выражается от промилле, то есть на тысячу человек населения. Общий коэффициент смертности вычисляется по проведённой формуле. Те числители, общее число скончавшихся на какой-то период, например за один год, а π средняя численность населения, которую знаменателе. Ну и приводится конкретный пример. Из него следует, что в каком-то году, в какой-то популяции на тысячу человек населения скончалось 12,9. Ну на тысячу, как и в других примерах общего коэффициента умножается, потому что вы получите промилле, то есть на тысячу человек населения. Другой показатель, это показатель тоже уровня смертности, возрастной коэффициент смертности. Измеряют уровень смертности по отдельным возрастным группам. По однолетним может быть, можно и по пятилетним. исчисляется, как отношение абсолютного количества скончавшихся данной возрастной группы в течение определённого времени, обычно за год, к средней численности этой возрастной группы. Выражается в промилле, то есть на тысячу человек населения. Возрастной коэффициент смертности вычисляется по проведённой формуле. Те числители tx – абсолютное количество скончавшихся данной возрастной группы, а px – средняя численность данной возрастной группы. Далее нужно умножить на тысячу, чтобы получить промилле. И приводится конкретный пример. Ну, если общий коэффициент смертности для всего населения был, на прошлом примере, 12,9, то число скончавшихся среди мужчин 30 и 34 лет коэффициент составляет 3. Это означает, что из тысячи мужчин возрастной группы 34 года скончалось 3 мужчин. Следующий показатель смертности относится к коэффициенту младенческой смертности. Вычисление коэффициента младенческой смертности имеет большое значение, так как уровень младенческой смертности значительно выше уровня смертности последующих возрастных группам, за исключением пожилой и старческой. В отличие от других коэффициентов смертности, в данном случае число младенческих соотносится с числом живорожденных детей, а не со средней численностью населения. Запомните это существенно. Коэффициент младенческой смертности выражается в промилле и показывает количество умыщих младенцев в возрасте до 1 года на 1000 живорожденных младенцев. Существует несколько методов вычисления коэффициента младенческой смертности. В данном случае мы приводим наиболее простой. То есть числитель число умыщих детей в возрасте до 1 года в данном году, а знаменатель число живорожденных детей в том же году. И так как вычисляется на 1000 живорожденных, умножаем это соотношение на 1000. Далее приводится конкретный пример. Мы видим, что коэффициент младенческой смертности в каком-то году составил, исходя из живорожденных и умерших младенцев, 23. То есть на 1000 живорожденных скончалось 23 младенца. Другой метод, более точный показатель младенческой смертности приводится формула. В данном случае в этой формуле учитывается влияние изменения уровня рождаемости. В таком случае младенческая смертность будет, то есть тоже числитель числа умерших младенцев в течение какого-нибудь года. А знаменатели мы видим, что мы должны взять то есть число живорожденных детей в предыдущем году где n минус 1 и n число живорожденных детей в данном году. Ну, соотношение какое? В данном году мы берем 2 трети плюс 1 треть предыдущего года. Эта формула честь ее автора часто называют формулой рация. Ну, и приводится конкретный пример. Мы видели, что не очень большая разница между грубым показателем исчислений младенческой смертности и более точным методом. Ну, разница там 0,3 там было 23 на тысячи живорожденных, а в данном случае 22,7 то есть разница составляет не очень значительная, но все-таки есть 0,3. Вместо соотношений 2 трети с 1 третью могут быть взяты соотношения 3 четверть и 1 четверть с 2 4 пятых и 1 пятый что зависит от месячной младенческой смертности. Продолжаем показать и рассматривать показали уровни смертности. Ну, в данном случае мы рассматриваем коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет. Показатель этот измеряющий уровень смертности среди детей в возрасте до 5 лет, то есть с рождения до 4 года, то есть до 5. вычисляется как соотношение числа детей умерших в возрасте до 5 лет с числом живорожденных детей выражается промеле и показывает число детей умерших в возрасте до 5 лет на тысячи живорожденных. Коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет вычисляется по формуле. Ну, проведена формула, Где числитель, число детей умерших в возрасте до 5 лет за какой-либо период, например за 1 год, а n знаменатель, это число живорожденных детей за тот же период. Ну и приводится конкретный пример. Из этого конкретного примера мы видим, что коэффициент смертности детей в возрасте до 5 лет несколько выше коэффициента младенческой смертности. Далее рассмотрим такой показатель уровня смертности, как коэффициент материнской смертности. Показатель уровня материнской смертности показывает число умыщих матерей на 100, так принято не на 1000, а на 100 тысяч живорожденных детей. Коэффициент материнской смертности вычисляется по приведенной формуле, где в числителе общее число умыщих матерей, а в знаменателе общее число живорожденных детей. И это, повторяем, нужно умножить, но этот показатель так рассчитывается на 100 тысяч населения, поэтому нужно умножить на 100 тысяч, а не на 1000, как в предыдущих примерах. Ну мы видим, что в конкретном случае на 100 тысяч живорожденных умирало несколько больше 40 матерей в каком-то году, в каком-то населении. Мы могли бы еще рассмотреть другие коэффициенты, показатели уровня смертности, их довольно много, но мы ограничимся только приведенным. И в данном случае рассмотрим смертность по причинам смерти. Смертность по причинам смерти подразумевает дифференциацию смертности по причинам смерти. Анализ смертности по причинам смерти дает возможность оценивать значения отдельных причин смертности, закручать, какие именно усилия против конкретных заболеваний следует предпринимать, для снижения уровня смертности, определять эффективность мер, направленных против тех или иных заболеваний. В настоящее время при анализе смертности по причинам смерти применяются основные классы заболеваний согласно 10-му пересмотру. МКБ так принято, то есть, если расшифровать, международные классификации болезней. В связи с этим выделяют 19 основных классов заболеваний. 20-й класс, то есть, это внешние причины заболеваемости и смертности, повторяют 19-й класс. Эти приводятся, вы видите, можете выйти на презентационном листе. При анализе смертности по причинам смерти применяется коэффициент смертности по причинам смерти. При этом принято дифференцировать данный коэффициент по разным уровням. В целом по стране. Ну, мы видим, что первый класс это некоторые инфекционные и паразитарные болезни. Второй – новообразование. Третий – болезни крови и так далее. Четвертый – болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. Пятый – психические расстройства и расстройства поведения. Шестой – болезни нервной системы. Седьмой – болезни глаза и вопа аппарата. Восьмой – болезни уха и так далее. Девятый – болезни системы кровообращения. Десятый – болезни органов дыхания. Одиннадцатый – болезни органов пищеварения. Семнадцатый – болезни кожи и подкожные. Тринадцатый – болезни костного мышечной системы. Четырнадцатый – болезни мочеполовой системы. Пятнадцатый – осложнение беременности родов и последового периода. 16. Отдельные состояния, возникающие в перинатарном периоде. 17. Врожденные аномалии, пороки развития и т.д. деформации и хромосомные нарушения. 18. В этот класс входят симптомы признаков отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированных в других рубриках. То есть, в принципе, в этот класс входят те случаи смерти, когда невозможно классифицировать смерть, то есть поставить какой-то определенный диагноз смерти. 19. Несчастные случаи отравления и травмы. Коэффициент смертности по причинам смерти исчисляется так же, как и возрастные коэффициенты смертности. Разница состоит лишь в том, что возрастные коэффициенты смертности исчисляются в расчеты на 1000 человек соответствующего возраста и пола, а коэффициент смертности по причинам смерти на 100 000 человек. Есть и различия. В случае 15 класса, то есть осложнение переменности родового периода, учитываются только женщины в возрасте 15-49 лет. Рассмотрим показатели смертности. Ну, вообще-то, что такое таблица смертности? Потому что вот эти показатели таблицы смертности входят в разумеется таблицу смертности. Таблица смертности – это упорядоченный ряд взаимосвязанных величин, показывающих уменьшение с возрастом вследствие смерти некоторой совокупности родившихся. Система возрастных показателей, измеряющих уровень смертности в отдельные периоды времени или для некоторой совокупности родившихся, дожития до некоторого возраста, продолжительность жизни и другие, представляет собой наиболее точную и адекватную характеристику смертности. Различают полные и краткие таблицы смертности. В полных таблицах смертности показатели даны по возрастам с интервалом в один год, иногда дополнительным делением первого года по месяцам. В кратких таблицах смертности дается 5- или 10-летний возрастной интервал. Ну, мы видим, в этих таблицах, в принципе, начинается с возраста, потом идут возрастные коэффициенты смертности. Ну, в принципе, мы уже рассмотрели возрастные коэффициенты, но учтите, что в таблицах смертности они рассчитываются как на одного человека, то есть возрастные коэффициенты при полно соответствующих возраста, они делятся на тысячи, потому что там на тысячи населения, здесь так как на одного, нужно разделить на тысячи. Ну, Qx, это, вероятно, сумерет в интервале какого-то возраста. Маленький, Lx, так сказать, число доживающих до какого-то возраста. Tx, числа умирающих. Lx, большой. Числа живущих. Tx, число человека лет, прожитых после достижения точного возраста. Ну, и в основном, последний показатель, это x, ожидаемая продолжительность предстоящей жизни. Ну, мы в основном из таблиц смертности, простые смертные, так сказать, пользуемся показателем в основном продолжительностью жизни. Но этот показатель, на что указывает, что какая ожидаемая продолжительность жизни к определенному возрасту. Когда E0, то это значит, при рождении человеку сколько предстоит прожить. А мы можем, так сказать, к слову, ну, дожил человек до 60 лет, сколько ему еще осталось, то есть ожидаемая продолжительность предстоящей жизни. Это расчитывается для любого возраста. Спасибо за внимание.